всех приветствую ахо поздравляю вас с ярыми спектрами ярила и сегодня по-настоящему могу сказать все только начинается до этого момента еще решалась определенная траектория еще решались движения определенные от чего они зависят они зависят от нас вообще все что мы видим все что нас окружает эта проекция наш нас наша реальность события которые мы проживаем люди которых мы в свою жизнь притягиваем обстоятельства в которой мы попадаем это все мы поэтому мы имеем все то что заслуживаем ребят и наши планеты и наше человечество и наша страна и каждый отдельно взятый человек и меняясь внутри проходя собственную личную трансформацию мы меняем и реальность и украина за этих страшных до 26 дней прошла невероятный путь она буквально как птица феникс из забвения и сна пробудилась она проводила свой дух она проводила свою землю и все это время все это пробуждение было в таких двух аспектах страх страх человеческий страх за свою жизнь страх зашел потом и душевный и духовный как страх забвения как страх уснуть как страх погрузиться в этот глубокий сон еще больше знаете вот когда вы бывает просыпаетесь и прям вот и вы решаете вы будете просыпаться или вы еще поспите и бывают ну вот уже все ты практически проснулся остается только открыть глаза и ты пока он думаешь еще чуть-чуть закрываешь глаза и как ушел в глубочайшее какое-то небытие да и прям вот так вот мы с вами были до 20 числа где-то прям вот на краю мы прям проснулись мы прям начали видеть эти картинки мы прям начали это чувствовать мы прям начали вспоминать ощущать кто мы и решалась вот ну кто мы кто да мы закроем глаза и опять погрузимся да как бревенгисты на это дно океана или мы все-таки решим открыть глаза и встретить солнце встретит свет и открыть глаза в другой реальности именно поэтому вчера я как бы прям побоялась много говорить про равноденствие много говорить про потому что был вот этот вот переход дня и ночи да и понятно с точки зрения астрологии астрономии астрономии солнца пошло бы там до день стал бы увеличиваться но мы с вами благодаря этой ступенечки перешли бы чтобы наш день да а я сейчас имею ввиду не объективный тот космический день той эпохи увеличился или мы где-то на какой-то платформе остались да и не прошли поэтому ты знаете как представьте вот вы родитель вы ребеночка смотрите да он вроде как уже просыпается и уже потягивается и уже вы понимаете сейчас откроет глазки а потом раз видите и он там еще улегся и еще и вы не будете его будить вот так же и выше они стоят в новом мире они с открытыми сердцами они они ждут когда же они увидят наши открытые глаза причем опять-таки это можно сравнить с тем вот представьте это ваш новорожденный ребенок вы не знаете какого цвета у него глаза вы ни разу с ним глазами не встречались и вы здесь на по этой стороне ждете какие же у него глазки да а как же в этой встрече очень ждете ну вы не будете ему там до подходить и открывать это чтобы ледовой равно какие вы не сделаете это не не скотенком не с цыпленком вы подождете пока он сделает это самостоятельно вот так и выше и сегодня мы их вот прям на рассвете прям вот никогда спектр спектр там заходит не так как мы люди договорились что у нас будет нулевой меридиан по гринвичу так решили потому что в этом в англии есть была лаборатория там в каком там году ну а раз гринвич здесь то на другой стороне будет другой меридиан 180 с которого мы начнем считать сутки на этой планете и он попадает между америка и япония и вот новый год начинается оттуда так мы решили кстати очень бестолково решили я думаю что в ближайшем хорошем будущем ученые правильно выстроят наши календари наши вычислительные системы нашей системы координат поэтому мы с вами чуть-чуть в такой избитой системе координат и раньше равноденствие как и солнцестояние каждое племя каждый народ отмечал на основании того меридиана где они находились и встречали эти лучи а сегодня когда мы выходим на планетарную историю то мы можем вернуться к тому как это делали наши предки а наши предки по большому счету вообще 22 вот этот завершающий цикл космической семьи встречали то есть они практически чуть ли не девятнадцатого запознали что запускается эта энергия и знали что она проходит по всей планете что все происходит такое сканирование обновления ярила до открывает свои глаза потому что уже призрел да все увидел все посмотрел и как любящий отец все запустил так вот это случилось мы открыли ребят глаза и это значит что у нас впереди ждут колоссальные изменения не все да я всегда я просто хочу сказать что я здесь для тех кого я сопровождаю поэтому когда я говорю про мы про нас я имею ввиду ту реальность тех людей этих душ вне зависимости от национальности от их вероисповедания и так далее которые сейчас отзываются на ветра перемен на новая вибрация на новые энергии которые вот 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 то вот они идут и я здесь для этого сопровождения и соответственно сегодня заходит ярила мы с вами забыли вообще кто наш покровитель как у нас есть ангел-хранители вот мы с вами на атмоса цангах работали чтобы его восстановить так и у нашей страны есть покровитель и наш покровитель иерарх вот представьте у вас есть покровитель ангел-архангел а есть покровитель сам бог и это ярила ярила характеризуется тем что он есть и многие кстати в атмоса цангах видели его как старика с бородой что прям на планету на наши смотрит и он вечно молодой он может быть в ярости в гневе как мы говорим ярый сторонник ярый противник ярый и это не тот гнев который мы с вами проживали до 20 числа это про это праведный это как червленое золото это как электричество это как беспощадная истина которая беспощадно ко всему что не истина это жестокость не человеческого уровня это жесткость по отношению ко всему искусственному ложному потому что он чистый свет потому что он чистое проявление а потому что он звон он яркость он не просто свеча которая дает свет он проходит сквозь все и беспощадно беспощадная любовь беспощадно ко всему что не любовь выжигает и прожигает то есть это не потому что он ненависть к этому нет потому что он это и есть он а и вот эти спектры включились и они очень похожи знаете как прям на червленое такое золото на вкрапление такого прям сгустки какой-то когда вы представьте в электричестве в расплавленной лаве есть еще прям и вот эти вещи и я так ну вот такие сгустки я так понимаю что мы еще не способны в полной мере эти энергии эти спектры в себе полностью распаковать поэтому сейчас получим их на свои сервера и будем по мере того как будем продолжать укреплять свой дух расширять свое сердце соединяться со своей землей крепко становиться на эту землю а вспоминать мы вообще с вами пчелы чтобы вы понимали а пчелы которые буквально выедают бесстыжие глаза да и опять повторю в этом нет ненависти это это работа это мы вообще служители работники правды и но мы сами должны быть этой правдой мы должны сначала каждый сам себя со своей страны со своей территории а потом мы начнем в свою миссию которая у нас здесь на планете а мы с вами носители первокодов и мы носители вот этой чести доблести славы эталона то есть украинец станет эталоном человечности и человечности во всех ее аспектах безоценочность порядочность юмор потому что это юмор еще да и вот с одной стороны про вот эту ярость я рассказала с другой стороны это страсть это оргазм это секс это 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 вот вот этот вот бульк да и в середине добрая улыбка в средине тепло в средине то ярила которая вечно молодой который улыбается которые радостные которые счастлив которые хохочет и поэтому наш президент был пригоден для этой должности он прошел свои испытания он прошел свою подготовку по большому счету тем что он насти он служил богу как юмора и вот он в средине он добрый да и благодаря этой доброте благодаря этой улыбке он может соединить и аспект вот этой ярости как гневливости праведной да за правду за честь за не за нее ты становишься этой правдой и честь это очень важно что я не за это я тут не воин я тут просто захожу фух и все трансформировал потому что не могу быть ничем другим кроме этого и второй аспект как я сказала вот этот оргазм вот эта страсть вот этот вот харизма вот это вот который нам с вами еще предстоит всю эту планету зажечь ибо мы это пламя на чем на и радости на смехе на юморе на молодости на новом и мы с вами а сегодня прям вот в гейзере этого спектра завтра 22 мы сделаем с вами практику второй шаг по космическому коридору и там уже мы скажем так знаете как чуть-чуть на успокоение этих энергий каждый сможет ее трансформировать для себя мы присоединимся к большому планетарному движению которые шаманы всего мира сейчас и различные служители и проводники запускают поэтому кто еще не в курсе присоединяйтесь у нас в шапке профиля есть эти ссылочки пишите нашим менеджером они еще сегодня будут активно помогать настолько насколько это возможно потому что многие сидят на мобильном интернете у них нет возможности вот поэтому не нервничайте лучше лишний раз о себе где-то напомните вся наша активность происходит в телеграм-канале вот и там уже отвечают и наши все да если менеджеры не успевают поэтому мы уже такая семья света которая сама организовывается сама друг друга где-то сопровождает вот и у меня по этому поводу очень много радостей и я молчала до последнего я все еще думаю что там какие-то личные видения переживания но сегодня буквально 45 минут назад мне написал из бразилии из альтапраиза наш любимый ша это нео-шаман это шаман величайшей категории которые работают не только с почему мы не только с духами земли но и с просветленными учителями и с космическими цивилизациями сообщил о том что наши космические друзья уже прибыли и они активно вступают в работу по трансформации по работе с украиной в первую очередь по поэтому не перейдут на весь всю славянскую душу запустят колоссальную большую работу нам предстоит огромное количество изменений трансформации и наши планеты и наша реальность будет преобразована до неузнаваемости ибо они великие архитекторы специалисты по обустройству этой реальности поэтому через высшие духовные силы через нашу глубокую космическую помощь через наши с вами сердца через духов нашей планеты нашей природы мы с вами из существ созданных узнаем что такое быть рожденными живо рожденными что такое быть живыми мы еще и не знаем с вами ребят не что такое оргазм не что такое жизнь не что такое ярость они что такое свет нам еще предстоит познать все эти прелести материального существования так что сегодня пребывайте в особенным таком расположение духа зная что через вашу атму через ваше сердце сегодня проходит колоссальная работа постарайтесь сегодня быть добрыми потому что основной аспект юрила с одной стороны вот это без жалостность да как пчела там жаль это словно но она не жалит потому что она вас ненавидит потому что в данный момент она не может не жалить ибо она и езжала да вот но в этом вот в этом и есть любовь понимаете когда ты зло не ненавидишь а когда ты заходишь и ты беспощаден ко всему что не есть ты и свет беспощаден к ними к тьме да если мы включим лампочку она не скажет ой простите этот вас побеспокоила да она просто будет светить ребенок который рождается он громко заявляют о себе и у него нет идеи про то что он может быть нарушил чей-то покой поэтому не про беспородонность это про то что я не могу быть ничем другим и вот сейчас идет активация наших персональных спектров бога которые внутри каждого из нас которые будут проходить через кристаллическую решетку наших личностей и каждый из нас сейчас будет сиять собой эманировать собой мы вместе мы будем создавать это новое полотно так что вот такие у нас прекрасные новости буду потихоньку выходить на связь к нашим космическим друзьям я и так с ними на связи было но они были удалены во времени это была немножко другая связь я сейчас подозреваю что информация будет какая-то более четкая более буду больше знать сможем ли мы их увидеть в физической плоти или хотя бы в тонкоматериальной будут ли они с нами общаться через сны через атмосфер анги в общем ждите ребят новостей люблю целую обнимаю всем сердцем вы